Всем привет! Я Саш Сериков и это eSpace, ваш навигатор в киберспорте. И сегодня у нас максимально интересный выпуск, потому что в гостях будет два интересных персонажа. В первую очередь мы поговорим с игроком команды Entity Дмитрием Фишманом Полищуком, потому что у нас уже созрели вопросики о втором туре DPC. А также в гости к нам сегодня воочию заглянет игрок команды Webster's по CS GO, и это будет Александр МДС Рубец. Не переключайтесь, чаючек печеньки, поехали! Но перед всем этим мы по традиции, разумеется, расскажем самые горяченькие новости из мира киберспорта. Главная новость последних дней. CS GO уйдет в историю, и это произойдет уже этим летом. Ему на смену, как вы знаете, придет Counter-Strike 2 на движке Source 2. Кстати, разработчики значительно улучшили все визуальные эффекты, появилась третировка лучей, а также самое интересное нововведение — улучшили смоки. Они стали более динамичными, интереснее распространяются в пространстве, живут на несколько секунд дольше, а еще их можно на время рассеять взрывами гранат и даже выстрелами. Но, однако, не все игроки заценили новые фишки CS 2 и говорят, что CS GO намного лучше. А мы также передаем привет всем тем, кто до сих пор играет в CS 1.6. А, кстати, помимо анонсов самой игры, между прочим, поклонникам шутера объявили о проведении мейджора по CS 2. На секундочку, турнирный оператор PGL проведет первый мейджор по Counter-Strike 2, и это случится уже с 17 по 31 марта в Копенгагене, кстати, 2024 года, разумеется. 24 лучшие команды со всего мира разыграют призовой фонд, который размером, на секундочку, 1 миллион 250 тысяч долларов. В Dota 2 появился командный набор Mimiga Gaming. Получить его можно аж до 10 мая. Между прочим, затем бандл исчезнет. Организация подготовила фразы, колеса чата, значки команд, граффити и даже смайлики. От каждой продажи клуб получит 50% дохода. Российская организация Virtus.pro снова может выступать под собственным именем. Как мы знаем, до этого им запретили использовать нейм Virtus.pro, и они были аутсайдерс. Ранее составу клуба было разрешено вернуть свое название по всем дисциплинам, кроме CSGO. Ну а теперь турнирные операторы ESL и Blast сняли и это ограничение. Завершились турниры Blast, пример Spring Shutdown 2023, в двух регионах. Команды разыгрывали две путевки на Spring Final. И по итогу соревнований от американского региона на турнир отправится Imperial Esports. Ну а Европу будет представлять команда Cloud9. Линии на DPC, RMR, Blast TV, Paris Major и другие турниры можно найти, разумеется, на сайте и в приложении BTR. В минувшие выходные завершился второй тур DPC. На ESL Berlin Major прошли следующие коллективы. Liquid, Gaming Gladiators, Tundra, PSG LGD, Talon, SMG, Hellraiser, Spirit, BB Team, Extreme Gaming, Invictus Gaming, Aster, Execration, TSM, Shopify Rebellion, Beast Coast, Evil Genius и OG. И прямо сейчас, вместе с игроком команды Entity, Дмитрием Фишманом Полищаком, мы подведем итоги турнира. Дима, сразу к тебе первый вопрос. А что ты скажешь про второй тур DPC? Ну, начиналось все нормально. Вот. Играли мы вверх-дизрактором каждую игру. И, в принципе, у нас все неплохо. Мы выиграли 2-0 и были, так сказать, оптимистичные планы на будущее. Но затем мы играли с фаворитами. И они нам показали, что наша игра далека от, так сказать, хорошей. И они забанили наши лучшие стратегии. И поэтому нам было тяжело адаптироваться. Вот. По итогу где-то после трех лузов мы собрались. Мы поговорили. Мы начали стараться гораздо больше. И по итогу мы выиграли последние две самые важные игры. Вот. Конечно, хотелось бы поехать на мажор. Но остаться в дивизионе 1 это было очень важно. Вот. Поэтому не унываем. Через три дня поедем уже на буткемп. Вот. Будем улучшать нашу игру. И играть ESL. ESL древлигу. Что ты можешь сказать о четверке лидеров, которая, собственно, и отправится на берлинский мейджор? Ну, абсолютно заслуженно. Gaming Gladiators, Liquid и Tundra. Просто самые сильные команды Европы в данный момент. Вот. И поэтому они абсолютно заслуженно ехали. Поедут на мажор, точнее. И вот OG и OT. Уранда Thunder. Заслужили обе команды поехать. Вот. Но OG оказались сильнее на перегровках. Там такой интересный был микро-момент в последней игре. Где Draw Ranger выжила на 200 хп. И из-за этого не выиграли игру. Вот. Поэтому там была очень-очень близкая игра. И поздравляю OG с победой. Вот. Они это заслужили. Последние три игры не выиграли до этого. То есть они собрались и тоже камбэкнули, грубо говоря. В Западной Европе очень плотная первая половина таблицы. Можно ли сказать, что это регион самый сильный? Ну, слушай, если посмотреть даже на дивизион 2 Западной Европы, то там можно увидеть теперь Enigma, Team Secret, состав SEBA, да. Патчемп. Очень сильные игроки там. И еще остальные команды тоже достаточно сильные. И я бы сказал, что этот дивизион 2 Европы... А, и на Манаспо, конечно, будет. Дивизион 2 Европы сейчас по силе как полноценный дивизион 1 другого региона, если честно. Поэтому я уверен, но все время все могу сказать, что Западная Европа – это самый сильный регион. И мажоры интернешнл это показали, где в топах по результатам была именно Западная Европа. Посмотрим, что покажет этот мажор и, получается, турнир Шнабдовской ралли. Во втором туре вернулся Артем ФНГ Баршак. Вместе с ним Медведи выиграли 4 игры и 3 проиграли. Что ты вообще скажешь про возвращение Артема на про-сцену? Думаю, что если они будут дальше работать, у них все может получиться. Команда у них хорошая, команда у них перспективная, с правильным мейнсетом. Такое, как правило, окупается на дистанции. Поэтому я думаю, что у них все может получиться. Не то, чтобы я смотрел все матчи, но мне нравится их ростер. Поэтому будем болеть за Артема. Так, ну а теперь давай поговорим про вас, про Энтити. Все ведь неплохо начиналось. Что пошло не так? Ну, мы играли, получается, с Нигмой и с Манаспой первые две игры, с которыми по итогу играли Тайбрекерс. Соответственно, наверное, это были не две самые сильные команды. А потом мы играли уже с Грандами. А когда мы с Тундрой, с Ликвид и с Гейм Гладиаторс. Но затем уже были матчи за мажор. Прям, прям, те, которые нужно побеждать обязательно, если мы хотим быть мажор-плеером. То есть OG и то есть S4 Render Thunder. Но мы проиграли. Проиграли заслуженно. Соперники сыграли лучше. Мы были не в лучшей форме. И что вам сказать? Надеюсь, что... Надеюсь, что... Больше мы такой ошибки не допустим. Вот. Я думаю, что повлияло больше всего то, что мы были не на буткемпе. Соответственно, они на фулл-фокусе работали. Хотя и остальные команды не были на буткемпе. Не все. Ну, многие остальные команды не были на буткемпе. Поэтому это не оправдание, конечно же. Но нам буткемп необходим. Насколько я понял. Насколько я сделал вывод. Самый главный вопрос. Как будете исправлять ситуацию с настроем в команде? Какие планы у вас? Да. Через три дня я идем на буткемп. Будем играть ESL. Мы заранее договорились, что именно этот DPC мы играем с дома. То, что мы устали после мажора. И сейчас мы поедем на буткемп. Хотя я последнюю неделю так работал, конечно, что я до сих пор уставший, если честно. Нужно немножко отдохнуть. Сейчас поеду в санаторий. Погуляю по парку там. По свежему воздуху. Отдохну. Хотя, к сожалению, у меня есть только два дня на это. В тайбрейках вы боролись за хранение слота в первом дивизионе. Были ли опасения, что его покинете? Конечно. Конечно, были. Нигма – это достаточно сильная команда. Там такие сильные исполнители, как Амар. За Френд. Там такие… Асумаил. Куроки. Джейдж. Майн-контроль. Да и Монаспа. Играть бостов-1 со Спартаном – это вообще очень стрессово. Я когда-то, когда первую игру выиграл, я даже написал «Хорошо, что это не тайбрейкерс». И написал мне не просто так, потому что играть против Спартаном в Френдебрекерс – это не самое приятное дело. Потому что игры против них – хаос, против них рандом, они все время бегут. Они играют агрессивно, они играют непонятно. Никто не играет такую доту. И она не очень хорошо работает, но иногда может и хорошо поработать, если ты ошибешься. Нельзя ошибаться просто против такого геймплея. Как ты думаешь, Немига сможет ли вернуться в первый дивизион? И что ты скажешь про их текущий состав? Ну, поменяли они керри. Посмотрим, что у них получится. Верю, что они могут вернуться в первый дивизион. Мне нравится их ростер. Верю в Малрайна. Малрайна очень сильно играет. Играет очень много. Играет хорошо. Ну, и в остальных игроков, конечно, я верю. Хорошие у них игроки. Поэтому все зависит от них. Все зависит от того, как они построят работу. Все зависит от того, насколько сильно они будут стараться. И да, да, все они могут. Немига сыграет с командой No Sorry. Как ты думаешь, каким будет результат этого поединка? Кто же все-таки выйдет победителем? Думаю, что 2-0. А каким будет противостояние между Немигой и Сигма Янд? За сколько карт команды смогут разобраться? И какая из команд в целом может сделать больше убийств в матче? Слушай, я, если честно, не уверен, кто в Unity играет, если честно. Так что бомб будет 2-0. Вот. Спасибо большое. Удачи тебе. Пускай все обязательно получится. Напомню, что в гостях, пускай и виртуально, у нас был игрок команды Entity Дмитрий Фишман-Поличук. Так что всем спасибо за поддержку. Спасибо БТР за поддержку. И подписывайтесь на наши национальные сети. Вот. И до встречи. Спасибо. На днях стало известно расписание Paris Major 2023 European RMR. Группа А сыграет с 6 по 9 апреля, а Б с 11 по 15 апреля. И вместе с нашим гостем, игроком состава Webster с Александром Эбдес Рубцом, мы сегодня и обсудим турнир. Саш, привет. Привет. Сразу первый вопрос. Как тебе расписание команд в группах? Какая из них группа смерти? Да, мне кажется, плюс-минус группы равны. Что там, что там есть хорошие команды. Очевидные фавориты и очевидный оцайдер. Поговорим о фаворитах. Какие команды фавориты в своих группах? Ну, в группе А фаворит это будет за выход Next Studio это будет Na'Vi, Fnatic, Face, Virtus Pro, Mouse, Badney Eagles. Скорее всего, мне кажется, они смогут, потому что они каждый мажор стараются. Ну, и справа пускай будет. Все, вы все слышали. Делаем ваши ставочки. Так, а смогут ли эти команды сразу попасть в Лиггинд Стейдж? Или, на твой взгляд, это сделают другие команды? Ну, из этих команд, мне кажется, точно попадут Na'Vi, Face. Face в очень хорошей форме сейчас находится, они хорошо играют. Na'Vi чуть-чуть не хватает, но, мне кажется, Nipple с каждым турниром прогрессирует и прогрессирует. Он будет готов на мейджоре уже более-менее. То есть, из этих команд могу выделить Na'Vi, Face, скорее всего, Virtus.Pro, возможно, если покажут свой максимум и будет все хорошо. Ну, Mouse тоже. Хорошо. Какие команды, по-твоему, смогут выйти в Challenger Stage? Из этих, да? Ну, в Challenger выйдут, наверное, Badney Eagles, Sprout. Ну, хотя нет, Sprout могут и не выйти, потому что в последнее время они очень плохо играют. Бэйты не в плохой форме. Ну, скорее всего, это будет Badney Eagles, Maus опять же могут, Fnatic точно туда попадут и OG. Вот, я забыл про OG, кстати, OG тоже должен выходить. А сам ты за кого болеешь? Ну, я ни за кого не болею. Да, да. За Webster. За Webster. То есть, команды-фавориты у тебя такой, которые ты как-то больше тяготеешь, нет? Не, ну, приятно, когда побеждают кто-то свои, там, условно, Na'Vi, Cloud9, Force, то есть, все-таки регион свой. А так, в принципе, ни за кого не болею, болею за красивый Counter-Strike, когда они там не участвуют. Все правильно, все правильно. Хорошо, давай немного пройдемся с тобой по отдельным матчам. В группе А отборочные начнутся с матча Virtus.pro и Soul. Что ты ждешь от этого поединка? Ну, ничего, мне кажется, Virtus.pro просто их переедут 2-0. А, там же iBest of 1 будет, ну, 1-0. Ну, блин, это Best of 1, опять же, там может быть все, что угодно, но я ставлю на Virtus.pro. Плюс Virtus.pro хорошо играют такие Best of 1 матчи. Плюс им вернули название, поэтому уже можно, да. Хорошо, а смогут ли разобраться Cloud9 с Force? Ну, конечно. Ну, Force сейчас неплохо играли, ESL Pro League, они вошли в топ-4, если я не ошибаюсь. Они набрали неплохой confidence за это время, то есть, они чувствуют уверенность в себе, в тиммейтах. И, ну, в Cloud9 они не обыграют, сугубо моим не менее. Давай счет, какой мы спрогнозируем. 16-10. 16-10, все. Ставочка сделана. Ну, и поговорим, наконец, про вашу команду, про Websters. Как дела в команде обстоят после ухода Игоря Солодкова? Ну, как, у Игоря не было мотивации, Игорь ушел, мы взяли Шугара, в принципе, хорошо. Шугар хороший игрок, хорошо понимает Counter-Strike, может что-то даже подсказать, принести новое что-то в игру. Ну, это хороший игрок, мне нравится, как бы, не знаю, нужно еще время посмотреть, подумать. А вот как ты сам думаешь, что у вас все-таки не сложилось, почему результатов не получилось? Ну, там много причин, на самом деле. Во-первых, ну, у нас уровень игроков недостаточно сильный, там, в плане опыта не было, там, возьмем Лешу Зенекса и Андрея Тнира. По сути, это их первое, ну ладно, Леша Зенекса еще играл, там, в Академиках, в Спирит и так далее. А Андрея Тнира, это его первая профессиональная команда, у него ноль экспириенса и он, ну, как бы, все в новинку. А сейчас уровень Counter-Strike, условно, когда мне было 18 лет, я там попал в Немиг, как бы, там было проще развиваться. А сейчас КС уже совершенно в другом уровне, и вот это все нагонять, нагонять, нагонять тяжело. И, ну, там много причин, я говорю, у нас был долгий буткемп, который не принес никакого импакта, объективно мы просто выгорели все, и, ну, и так вот длилась-длилась. Неправильный подход, мне кажется, самое главное. Ну, самое главное, что вы эти ошибки все осознали, и дальше мы надеемся, что у вас все будет хорошо. Будем стараться. Да, и расскажи сразу про нового игрока, Шугар. Он с Азербайджана, с Баку, у него дед народный артист Азербайджана. Это важно, для какого-то страха это очень важно. Это очень важно. Если у вас дед народный артист, это сразу у вас плюс 1000 Элла, вы все об этом знаете. Хороший парень, хорошо понимает КС, ну, все. Ну, надеемся, что у вас случилась синергия, и мы увидим... Нет, с ним у меня уже синергия случилась, все круто, как бы, можно работать. Да, он там местами национальный в связи с своей национальностью. Конечно, горитый кровь. Да, и, ну, это круто, мне нравится то, что он говорит людям ошибки, и не стесняется это делать, мне уже нравится. Прекрасно. Ну, насчет тебя, Саша, какие планы у тебя в дальнейшем? Ну, планы пока играть в Эбстерс. Сейчас буду медийку развивать, надо стримить начинать. Ну, я уже начал там на буткемпе минимально, но сейчас приехал домой, были дела. Сейчас буду начинать стримить, и надо развиваться в КС, хочу на мажор выйти опять. Все правильно, все правильно, уже давно пора. Одна из самых главных новостей последних дней, последних месяцев, 10 лет мы этого ждали, выход КС-2. Ты мне сказал, что у тебя уже есть демо, вы их с командой получили. Ну, рассказывай, потому что я потрогаю человека, который уже играл в КС-2. Что там интересного? Скайбокс убрали, да. Физика стримы такая же, в принципе. Единственное, гранаты так же по физике летят, но по-другому работают. Там, смоки, молики, флешки и так далее. Ну, вот ты говорил мне про то, что флешка дольше флешит, но я об этом не слышал. Ну, вот я что-то такое читал? Я сам не проверял. Я там сыграл пару ММО. ММО-3, может, сыграл. А как смок, расскажи, что он же больше пространства теперь занимает. Дым стал какой-то динамичный весь. Ну, да, сейчас условно, вот, допустим, есть проход на Дасте, ланга. Просвет, там есть просвет, когда проходишь, типа, с ланга на подъем. На просвет нужно было тратить два смока, а сейчас один смок закрывает весь проход. И получается, ну, вот еще есть фича с хаешками, то, что можешь кидать хаешку, и смок развивает. Разверзает. На две секунды, по-моему. Вот как раз-таки, тут, может, две секунды и говорил, это то, что на две секунды ланга появится. Сейчас этим много кто пользуется, даже есть фпл, типа, среди про игроков по кс2 запустили. И получается, я смотрел некоторые моменты, там люди делали всякие фишки, там, вот кидают этот смок на проход. Они четвером под этот смок подходят, просто кидают хаешку на правый смок исчезать, четыре чела на экран. Да, 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 это мы видели. Хорошо, а смок еще можно простреливать, и там тоже остаются дырки. Да, да, но там на самом деле не сильно такие большие дырки, то есть нормально гашетку всадить, чтобы появились. Я понял, то есть ничего там особо не увидишь. Хорошо, как тебе самоизменения, потому что многие ребята сказали, что вообще нет, некоторым очень нравится. Что ты сам об этом думаешь? Ну, мне кажется, особо таких гневных постов не было, мне кажется, наоборот, всем понравилась эта игра. Единственное, Лобаника там высказывал недовольство, но это не проигрок, это просто стример, который играл в пел, и просто хороший человек, наверное. Ну, да, да, ребята, если кому-то не нравится CS 2, 1,6 в общем доступе для всех, пожалуйста, играйте, наслаждайтесь. Окей, то есть тебе все понравилось, в принципе, CS 2 тебе самому нравится, новое. Говорю, я не заметил разницы, единственное, к чему нужно будет привыкать, и это менять тактики, там, условно, под смоки, под гранаты. А физика такая же, для меня физика важна, я механически сильно играю, типа, для меня это главное. Ну что, спасибо большое, был рад увидеться, рад познакомиться. Напомню, что в гостях у нас был игрок команды Webster's, Александр МДС. Ну, а теперь пришла пора узнать, какая же судьба у коврика, который мы, специально для вас, разыграли вместе с Игорем Лейлипопом Сладковым. Так, дорогие друзья, посмотрели все комментарии, к сожалению, в этот раз никто не смог угадать победителей европейского и американского Blast Premier Spring Showdown. Но не отчаивайтесь, потому что в этот раз мы снова не оставим вас без розыгрыша. Как мы и обещали, Бетера специально для вас разыграет клавиатуру Logitech G413SE. Условия конкурса, кстати, максимально просты. Необходимо всего лишь поставить лайк под это видео, подписаться на наш канал и написать в комментариях 4 команды из группы B европейского РМР, которые пройдут в стадию легенд Blast TV Paris Major 2023. Поэтому, друзья, желаю всем удачи, пускай все получится, а она скоро достанется одному из вас. Комментарии мы принимаем до 10 апреля включительно. И не забывайте, что с одного аккаунта можно оставить лишь один комментарий и редактировать его запрещено. Также участники должны обязательно проживать на территории Беларуси. И уже в следующем ролике мы назовем имя победителя. Ну а если все-таки их будет несколько, то мы стандартно будем использовать для этого генератор под названием random.org. Ну что ж, на сегодня это все. С вами был Испейс, я Саша Сериков. До новых встреч в эфире. Пока. Лайк, подписка, коммент. Не забывайте, пожалуйста, это очень важно. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...